Книг? Книг? Не знаю. Вы знаете. Не читайте, обычно говорят, там 5 тысяч, 50 тысяч, ну там. Больше 50. Больше 50. Больше 50. Слава Богу, что у нас в городе, где 50 тысяч людей живет, больше 50 тысяч книг. Это, как скажем, хоть и условно, но все-таки символично, что книгу, но книги у нас есть, книги у нас читают. У нас много детей, за ними будущее. Если, как сказано в интернете, на многих картинках я встречал, хотя редко там бываю, но часто мне попадалась такая фраза, кто читает книги, те будут управлять теми, кто смотрит телевизор или компьютер. Поэтому это очень важно, что когда ты читаешь книгу, ты думаешь, ты останавливаешь, рассуждаешь. А когда ты читаешь, смотришь, идешь в телевизор, ты глотаешь, и через 15 минут уже практически не контролируешь, чем занимаешься. Ну, находишься в каком-то страсте, зависимости. Поэтому дай Бог, чтобы читали книги, чтобы книги были нравственные. Да не преимущественно, а вообще, чтобы были книги нравственные, потому что развлечения, они тоже нужны. Бывают, конечно, и добрые такие развлекательные книги, но чтобы не было пороков в книгах, чтобы они привлекали людей к труду, во славу Божию, во славу государства, в крепость семьи. Поэтому желаю вам, чтобы библиотека ваша была, она рада всем. Она красивая, хорошая, приятная, это рада центральная, единая. Поэтому там, знаете, в магазине я здесь по басу купил, здесь капусту. Так и здесь, там пошла одна книжка, другая книжка, и другая книжка. Здесь уже все на ряду, и интерактивная тоже есть. И главное, что есть реальные книги, это самое главное. Как молодежь говорит, реально, это очень важно. Потому что все виртуально, где-то там условно и фантазийно. А должно быть все действительно, предобразительное должно быть реальное. И они убивают сначала компьютеры, ну там кого-то, а потом идут на улицу злом заниматься. Поэтому, да не будет. Слава Богу, что здесь хорошая, это для тех. Создравляемся. И мы ее осветили. Сейчас покрапиваю водой, все, и здесь, и другие. Ищите.